Доброе утром все! Просыпаемся у меня перед лицом благодаря Скарлетт. Сорок два! С днем рождения меня! Это вот я. Вот Скарлетт, а это Тонька. Думала, вчера себе спекти пирог на днем рождения. Не сделала. В общем, буду сейчас спекти вот этот коржик под мой пирог. А внутри будет все кремовое. Ну, мой любимый шоколадный, то есть французский шелк, шоколадный пирог такой. Доброе утро! Я решила записывать, и дети тут обе дочери с компьютерами пришли и слушают. Как они учатся, так я не знаю. О! Пирог! Все остывает. Я в своем платье, ногам, и оно мне жесть как не нравится. Все так облегает, прям, ну, прям, знаете, по-некрасивому облегает. Оно было бы, знаете, хорошо, удачно, но это прям как-то чересчур и мне не нравится. Думаю, надо переодеваться. Короче, все мои погрешности видны. Мне это совершенно не нравится. Ой, я все равно хочется чего-то новенького к своему дню рождения. И я вспомнила, что много-много лет назад, года три назад, я начала шить вот эту юбку. Но еще не закончила пояс. И думаю, время пришло, чтобы была мне обновочка к дню рождения. Принимайте. Принимайте. Было одно платье, стало блузкой. Вот тринички, декорация на мой динозин. Я люблю. Все, я при марафете. Иду себе букет делать. Давайте на мои цветочки посмотрим. Петунья. Все у меня красиво выглядит. Дождик им в помощь был. О-о, я не поняла какая-то зараза. У меня роется в цветах. Прям в хорошках. Блин, белки охренели вообще нафиг. И здесь. Ай-яй-яй. Видишь, Нане, зайцы? Наверное, белосочки начали цвести. Ой, какая красота. Какая красота. Ай-яй-яй-яй. Моя красота не поверила в петербург. Нет. Это петербург. Детей покормил. И пытался Джашку ложить спать. И ни в какую. Он сейчас его вывел на трамполин. Будет еще его больше мучать. Я в это время хочу быстренько взбить начинку пирога. А дома я не обедаю, потому что я иду в Ристанте. Девчонки собрались и сказали, что Габриэла взяли. Я говорю, что это слишком. Не знаю, как просишь. Что-то, чтобы случилось. Я говорю, мама, когда я была в Нью-Йорке, на электричке или на метро. Я говорю, знаешь, чем я была одета, когда ко мне пристал пацан и мужик и не мог отцепиться? Говорит, я была одета в платьюшке, всем закрытом и вообще. Говорит, так что не имеет значения. В чем я одета? Мужики, говорит, свиньи. Я феминистка тебе. Я говорю, да ёхан и бабай, феминистка. Ну все-таки пошла, переделась. Ой, догуляйся, феминистка. Ну что, едем в ресторан? Мама так долго не водила, что забыла, что надо пристегиваться. Свобода, поехали. И ладненько, до того, как мы приедем в наш ресторан, который единственный ресторан, который открыт во время карантина. Я хочу рассказать вам. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем за поздравления, кто меня поздравил уже. Очень-очень приятно. Вы делаете этот день, мой день рождения, первый день рождения в карантине. Очень милым, приятным. Как видите, погода у нас чудесная. Мне сейчас так жарко. Потому что у нас 80 градусов снаружи. Ух, надо открыть, а то я запарилась. Кондиционер пока охладится. В общем, огромное спасибо всем. И также помните, как я сказала, что дедушка Трамп меня поздравит к моему дню рождения? Он меня, прикиньте, поздравил, поздравил. Дело в том, что он еще поздравил меня неделю назад. Я все думаю, где же эти деньги, когда же эти деньги придут, бла-бла-бла. Вначале, думаю, ладно, придут позже. Сестра мне говорила, вот тебе сайт, где можно проверить. Я обещала, а, ладно, придут. А они все не идут, и не идут, и не идут. Думаю, ну как-то обидно, день рождения уже на носу, а деньги не пришли. Пошла я на этот сайт вчера, что сестра мне выслала. А там надо свой номер Social Security вставить, адрес-то все. И, короче, можно проверить, когда к тебе эти деньги придут. Ту скидку, что мне сестра выслала, я туда. И Дэнни номер написала, и свой номер написала. И нифига, они типа, нету таких номеров, мы его не узнаем. Я говорю, ну все, все, фигня. Я потом уже вечером поздно начала писать нашим модераторам, девочкам. Я говорю, девочки, вы все деньги получили? Это я одна такая, лысая. И девочки написали, не, мы не получили, там еще одна написала, что не получила. А одна девочка, вот я по этому сайту проверяю, мне пишут, что типа придет, пока еще неизвестно, но будет. И говорят, что люди будут еще получать до июля месяца. И я пошла по той ссылке, что она мне выслала. И вот именно по этой ссылке, как будто на этой же ссылке, а вот по этой ссылке я свой номер, нет, Дэнни номер, короче, написала. И мне пишут, что вам деньги пришли 15-го часа. И потом, а там 4 последние цифры банковского счета, на которые пришли эти деньги. Я так смотрю, думаю, что что за счет такой? И наконец-то до меня доходит, что только в этом году, начиная с этого года, когда я подавала на налоги, я им дала не свой регулярный банковский счет, а наш сберегательный банковский счет, чтобы мы эти деньги быстро не потратили. Я звоню в свой сберегательный счет. Пришли, пришли денежки. Спасибо, дедушка Трамп. Он меня уже давно поздравил, а я как раз к своему дню рождения узнала. Так что вот, подарок мне едет. Здрасте! Мы в ваш ресторан пришли? Да. Здравствуйте. У вас есть свободные столы? Да. Мамина зеркало в полный рост. Вот так у меня юбка выглядит. Маме понравилось? Да, мама? Да. Понравилась тебе моя юбка? Да. Очень, говорит. Понравилась? Говорит, откуда? Все буду. Что в ресторане дают? Все, мама, я ем сегодня. У меня сегодня диеты нет. Так что, вот. Мне тоже очень понравилась эта юбка, блин. Я знаю, не любительница длинных платьев, а мне очень... Да, ему понравилось тоже. Спрашивает, да и не оценил. Оценил. В общем, почему я у мамы в этом ресторане? Потому что мама три недели уже никуда не входила. Я четыре недели. Четыре с половиной. Ну, не считая небоскребов там, где людей не было. Так что, мы решили рискнуть все-таки день рождения. И, в общем, мама мне приготовила нямочки. И сейчас покажем. Итак, праздничный обед именинницы. В карантине. Мама в магазин, говорю, уже три недели не выходила. Поэтому приготовила, что смогла. Наколдовала. Тут у нас запеканка с картошкой пюре. С паршем, грибами и сыром сверху. Винегретик и селедочка. Как мне повезло. Бабушка говорит, что завтра все. Я ей сказала, в магазин иди, пока я не приду. Она завтра собирается идти в магазин. Мама забыла перчатки. Блин. Ну, крапчаны это не то. Ладно, лицо не трогай. И, короче, скажите, я скажу. А, очень вкусно. Запеканочка вкусная. Салатик классный, селедочка. Ну, вообще, отвожу душу. Для чая мне мама тут дала вот такую вкусняху. С карамелью. Такие вот штучки. Вкусненькие. Мама пошла вытирать свой телефон спиртом. Чтобы я ей посмотрела, у нее что-то там на ютубе. Она что-то учудила или не знаю. Случайно нажала. Ну, короче, она не может комментарии писать под моими видео. Иногда хочет вам ответить что-нибудь и не может. Вот мы читали комментарии. И она благодарит всех за добрые слова, кто ей написал. И добрые пожелания. Огромное спасибо за просмотр. Вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До встречи. Ба-бай.